Пришли цифры, что Мединскому, который вроде бы не заведует этим вопросом, но остался главный по конструкциям патриотизма, выделили на повышение патриотизма 2,2 миллиарда рублей. В год получается 372 миллиона, то есть по миллиону в день на то, чтобы опатриочивать вокруг себя все, и он уже начал осваивать эти суммы и понимает, что самое главное, чтобы по мозгам обывателя четче печатался шаг и ярче разгорался бы вечный огонь. Но вот я обнаружил еще один вид вечного огня в России и хотел бы сказать о нем два слова. На улице Кизильской в селе Имбулдина сгорел очередной стариковский приют. Там 11 стариков, 11 старушек в основном все на своих панцирных железными сетками, панцирных кроватях, натянув на голову одеяло. Вообще даже инквизиция в одном костре редко жарила двоих. Но вот Россия, то что называется, щедрая душа, и свои аутодофе она производит однообразно, но очень массово. Удивительно не то, почему сгорел этот приют для стариков. Поразительно, что в России еще есть не сгоревшие дома презрения и дома милосердия. Потому что такое заведение в принципе не сгореть не может. Их никто не видит. Они запрятаны глубоко по дальним малым грязным городкам провинции и поселам, где недвижимость совсем дешевая. Потому что, как правило, под эти цели оборудуют совсем домики, имеющие ничтожную стоимость. А после смерти, ну, там уже никто и там пепел, трупы, кости, да, и расплавленная стеклотара. И вот я вам могу сказать, я-то это видел. Я это видел тогда, я видел это сейчас. И для обозначения этого уровня нищеты нет слов даже там, не знаю, в жаргоне профессиональных нищих. Бюджет такого заведения и частного, ну, государственного чуть больше, порядка 300 рублей в день в среднем на 20 человек. Причем, если раньше этим приютом жертвовали там теплые вещи, то с развитием Авито, кажется, да, где можно все продать, уже жертвуют не так охотно и почти не жертвуют. Это все надо увидеть. Это жуткие, вонючие сараи, гнилые, холодные дачные дома, набитые обделавшимися, частью полоумными, частью здравыми, но обездвиженными стариками и старушками. Сортиры, даже и очковые, есть не везде. Они либо слишком далеко, я имею ввиду, через заснеженный двор, дойти зимой без обуви и без одежды непросто. Либо, поскольку никто ничего не откачивает, они то, что называется, выходят из берегов и во время мороза дверь вмерзает. И вот этим вот ровесникам Байдена и Трампа эту дверь уже не открыть. А бюджет таких учреждений не предполагает откачку, потому что говночист в России это дорогое удовольствие. Чаще всего вот в этих помещениях, которые одно на всех, одно единственное, там нет комнатенок, роль параша играет молочный старый бидон в углу. И так, чтобы один бидон был М, а другой же такого нету. Бидоны общие. Притом надо понимать, что там все переполнено людьми. Это ведь не кошачий приют, это не котики. По рукам страдальцев никто не разбирает, так что надеяться, что у каждого одинокого россиянина в старости будет свой лоточек с песком и тарелка с рыбьими головами тоже не приходится. Но, единственное, там всегда есть какое-то оживление, поскольку искрит проводка. Из-за нее, кстати, чаще всего эти неизбежно приюты сгорают. Части оприюченных иногда удается как-то выползти, выкинуться из окон. Я думаю, все помнят Болотниковскую улицу, 46 трупов, Верхняя Никольская с 34 обугленными телами, Подъельск, город Подъельск, где их было 23, Краснодарский край, где было 63 мертвеца на панцирных сетках своих в кровати. Иногда из-за проводки, иногда из-за того, что на этих страшных трамвайных печах сушат вещи промокшие. Один грязный вонючий ватник ложится на трамвайную печку, и все, у нас готово замыкание. И вот они горят, горят. Это практически еще один вид вечного огня. Обычно, правда, трупов чуть поменьше, чем вот в этом случае на Козельской, потому что Вышний Волочок, смотрю, 9 трупов, Красногорск 9 трупов, Кемеровская область 9 трупов, Ростовская область 5 трупов, Омская 10, Тульская область, Верхняя Никольская, я уже говорил, 34 трупа, Белгородская 6, Коми 23. Все цифры очень легко проверить, они все говорят сами за себя. Это все вот вечный огонь горящих приютов. Причем, ну, то, что называется, где сколько есть паралитиков, столько есть и трупов, как говорится, чем богаты, тем и рады. И то есть, если вот гражданин, увидев такой приют и понюхав его, продолжает любить родину, то он, конечно, последняя сволочь. И всегда возникает вопрос, а, собственно, вот во имя чего эта гекатомба, это жертвоприношение совершается? Вот кому это жертвоприношение? Кому приносят в жертву этих обездвиженных старичков? Я могу сказать, что они чаще всего гибнут на Второй мировой войне. На той Второй мировой войне, которую зачем-то за огромные деньги продолжают мединские. И что именно туда, скорее всего, приносят в жертву этих обездвиженных старичков, в жертву Второй мировой, танкам, парадам, марширадам, патриотическому кино, да? И вот этого патриотического бюджета в 2,2 миллиарда, конечно, не хватит на то, чтобы все подобные приюты сделать теплыми и уютными. Но вот для того, чтобы залатать дикие дыры, наверное, этих денег все-таки бы хватило. Ну, понятное дело, что они приносятся еще в жертву всяким там Росгвардиям, чтобы внуков этих людей было бы кому винтить, избивать и сажать. И всяким, разумеется, столь любимым президентом железным штучком. При том, что ведь мы все видели, да, парад в Баку, где привезли хваленную русскую технику, обугленные и искореженные. И стало понятно, что, в общем, в современной войне играет роль не эта техника, а играет роль эти боевые беспилотники. И, кстати говоря, вот у России есть много страшных мультиков, но вот этих беспилотников, которые есть теперь даже у Турции и у Израиля, нет. Скажите, а почему? А что это такое? Это особый путь? Это тупость, это косность. Но, правда, ведь есть и успехи, да, вот то же самое С-400, известный комплекс. Вот турки, азербайджанцы захватили этот русский комплекс в Карабахе и пытались взломать, пытались извлечь технологии, но там компьютерная система российского производства, и часть этой системы сделана из валежника. Поэтому, понятное дело, что взломать невозможно.